13 городов Российской Федерации, связанных с Беларусью, прямым регулярным авиасообщением. В топе, конечно, Москва и Питер, политическая, экономическая, культурная столицы страны-соседки. Но все же, если задаться вопросом, где же она, душа русская? На Дальнем Востоке, к примеру, вам ответят кратко и по делу. Здесь начинается Россия. Но из Минска в Владивосток без пересадок пока не летают. А через ту же Москву дорога займет, ну, минимум часов 14. Куда ближе Псковская область. Там вам тоже ответят по делу. Россия начинается здесь. Из центра этого региона в столицу Беларуси уже с середины июля летают напрямик. Чуть более часа и вы на месте. Предлагаю поспешить. Регистрация в самом разгаре. Летный антураж, просторный салон Embraer 190 и, как всегда, приветливые стюарды готовы сделать все, чтобы путешествие прошло комфортно и безопасно. Кстати, несмотря на непродолжительное время на высоте, все опции сервиса на борту сохраняются. Цена вопроса чуть более 140 белорусских рублей. За полтора месяца полетов рейс облюбовали российские туристы. В списке задач на уикенд, белорусские достопримечательности и, чего греха таить, продукция отечественных производителей. Ее, кстати, предостаточно и в псковских магазинах, но об этом чуть позже. Белорусский борт стал для Псковского международного аэропорта первым заграничным за последние лет 10. Старожилы местной гражданской авиации заверяют, события – ностальгия по советскому прошлому. Тогда летали не только из Минска, но даже из Витебска. Мы долго хотели открыть этот рейс, на самом деле года три мы собирались, никак не могли решиться на это. Ни мы, ни авиакомпании. Но здесь как-то так удачно все сложилось, и правительство помогло нам области. А вот для псковича Степана Монфановского рейс на Минск – неплохое подспорье для расширения бизнес-интересов. Шесть лет назад на волне после крымского импортозамещения вложился в производство премиальной мужской косметики. Сегодня в каталоге не только продукция для барбершопов, но и для ухода за одеждой, обувью и салоном автомобиля. Изучив белорусские прилавки, пришел к выводу более половины аналогичных товаров европейского производства. И мы видим, что сейчас в Беларуси активно развивается сфера профессионального использования продукции. Например, открываются барбершопы, развиваются салоны красоты. В большей степени идет популяризация того, что мужчины больше ухаживают за собой. И таким образом мы видим перспективу развития в Беларуси. И планируем это сделать вот на начале, на этапе вот уже роста, нежели потом, когда этот рынок разовьется, в него будет труднее входить. Беларусь среди ключевых экономических партнеров Псковской области. Да, за последние пять лет мы увеличили взаимный товарооборот вдвое. Порядка 200 миллионов долларов за 2022 год. Но по оценке посла Дмитрия Крутого, эта цифра далеко не предел. Можем и полмиллиарда. Назначая его на должность, президент еще раз просил уделить особое внимание БСП. Брянску-Смоленску-Пскову. Или, как интерпретируют наши дипломаты, большому союзному приграничью. Я часто говорю, что посольство в России – это второе правительство. С точки зрения экономики это абсолютно точно. Суверенитет и независимость Беларуси, о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи из Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией. Так вот, хочу прямо сказать вам, как будущему представителю, не только президента нашей страны, в России суверенитет и независимость нашего государства, вещи постоянные, это даже не обсуждается. Я в третий раз публично хочу повторить, что мы достаточно умные люди. И в России президент абсолютно вменяемый и понимающий, в каком направлении мы должны двигаться. Поэтому, сохраняя независимость России, Беларуси, мы сможем выстроить такой союз, которому могут позавидовать и федеральные, и конфедеративные государства, и, может, даже унитарные государства. За год каденции Дмитрий Крутой успел неоднократно встретиться с главами Смоленской и Брянской областей, теперь и с губернатором Псковщины. Кстати, у Михаила Ведерникова в самом разгаре электоральная кампания. Одним из аргументов в пользу переизбрания значится и транспортное сообщение с Беларусью. Сейчас основная задача этот рейс раскатать. Он, скорее всего, будет пока что сезонным. Мы его продлили до конца октября. Работаем с нашими туроператорами. Попросили подключиться туроператоров из Минска тоже к этому вопросу. Знаю, что уже есть заявки от организованных групп. Плюс мы обязательно будем школьные, студенческие обмены делать. Ну, важно, чтобы люди почувствовали этот рейс, поняли, что это удобно. Не нужно, как в больших мегаполисах, приезжать за 3-3,5 часа в аэропорт, потому что и в Сковине большой, и в Минске не такой большой аэропорт. Поэтому вполне комфортно можно приехать за час. В программе официального визита послан не только встречи с губернатором области и руководителями городов. Хотя, конечно, личный контакт – основа продуктивного взаимоотношения. В повестке – посещение целого пула предприятий, которые уже имеют портфель контрактов с белорусской стороной или хотят сделать шаг навстречу. Узнаваемости пока очень мало. Есть какие-то хаотичные, по большому счету, контакты. Есть, конечно, договоренности. Растет товарооборот, но системно мы не понимаем, какие программы есть в Пскове. В инвестиционной части, в части импортозамещения, они не понимают возможности Республики Беларусь до конца, кроме Витебска и Бреста, регионов, с которыми у них подписаны соглашения. Это касается промышленного блока. В сельском хозяйстве основной упор на тематику БНБК, нашей основной биотехнологической корпорации и ее продукции. Действительно, расширяется объем торговли. Уже взаимный товарооборот доходит до 3-5 миллионов долларов. Основная тема базовая – это рыбоводство, обмен между соответствующими предприятиями, которые занимаются поставкой кормов. Но задача – расширить сегментами на кислот, премиксов и на группу свиноводств. А еще спрос на строительные материалы и специалистов. По итогам переговоров определен ближайший объект для белорусов – детский сад в Пскове. А в ноябре правительством области будет утверждена профильная программа на следующую трехлетку, но уже с учетом наших компаний. Следующее направление – это жилищно-коммунальная тематика. Город начал активно обновлять коммунальное хозяйство в плане поставок техники, Амкадор, МТЗ. Ну, хорошие отзывы. По прошлому году была крупная партия поставки коммунальных тракторов. Тоже договорились соответствующие планы просто координировать и оперативно участвовать в конкурсах, потому что это конкурсные тендерные процедуры. Но наша техника на сегодняшний день, так губернатор подтвердил, проходная и по цене, и по качеству. Но в областном бэкграунде уже есть успешный опыт кооперации в сфере строительства и развития агросектора. Правда, советского периода. В середине 70-х в Советском Союзе в самом разгаре программа освоения не черноземных земель. Попросту миллиардация. Псковская область не исключение. Позади нас населенный пункт, который обязан Беларуси не только названием, но и фактом существования. Эпоха ушла, а люди остались. На танцы, когда молодежь приходит, где стоит, там и танцует. Семьи такие молодые были. Я помню, когда родила своего сына первого, я ему уже говорю, ты посиди дома, а я сбегаю на танцы. Вот до такой степени было все хорошо здесь. Уроженка Гомельщины Татьяна Кудровец и сейчас готова пуститься в пляс. В начале 80-х поселок – центр притяжения молодежи со всей Псковщины и Восточной Беларуси. К тому времени здесь уже собственный торговый центр, гостиница, ресторан и даже школа с бассейном. Мы же тоже вот жили с мужем, сами белорусы. Поженились, нам там жилья не было, это надо было покупать. А тут уже жил его брат после окончания института. И мы, он нас позвал сюда, мы приехали. Муж после Могилевского политехникума, я в Минске работала. И мы приехали сюда, пожили в гостинице полгода и дали нам квартиру двухкомнатную. Осваивать новые земли вместе со второй половинкой отправился и Евгений Зубов. Молодой водитель ПМК перевез не один десяток тонн стройматериалов, поэтому и заверяет поселок Белорусский до гвоздей и арматуры. В основном-то жили мы в Пыталово, там улица Белорусская такая есть. И там все дома построенные, все на улице Белорусской, только какой восьмой и второй дом. Это строил Лепсковский домостроительный комбинат. А эти дома все построенные, это были еще Белорусская. И у нас во дворе на Новый год ставили елку, и все выходили из домов, и там под елкой, под гармонь, и песни, и плясали, все было очень красиво. Проект поселка будущего утверждали на уровне правительства, поэтому в 1982 году возникшему на территории совхоза Белорусский населенному пункту присвоили его название. За несколько лет число жителей выросло до более чем полутора тысяч. Примерно столько же советских рублей здесь можно было заработать в месяц. И это не история про фантики. Молодое сельхозпредприятие быстро вырвалось в рекордсмены Союза. Правда, и здесь не обошлось без наставничества Минска. Работу на местах курировал тогдашний министр сельского хозяйства БССР. Летит, смотрит, должно сто тракторов работать, а работает двенадцать. Где десять? Чем они занимаются? Чем занимаются люди? Ребята, нужно работать. Она для того и есть техническая, чтобы работала. А если она стоит дома именно в ответственном моменте, значит плохо работает. Было миллиардировано шесть тысяч пятьсот сорок гектаров сельхозугодий. Построен животноводческий комплекс, сушильное хозяйство большое, потому что все же рост урожайности, производство животноводческой продукции росло. И мы вышли на показатели лучшие в области, да и в стране. Не сыпьте соль на раны. Беларусь в жизни поселка сегодня, пожалуй, лишь одноименный трактор в поле и тематическая секция в местной библиотеке. О бурном ритме прошлых лет остается лишь вспоминать. И, к сожалению, со слезами на глазах. Были хорошие ритмы? Ностальгия накрывает. Нет, сейчас как-то совсем другой народ стал, другой мир. Раньше как-то дружнее жили. А сейчас как-то люди все по домам, по квартирам как-то уединились. Нет такого. Но вернемся к отечественному на псковских прилавках. Приграничье говорит само за себя. По здешнему ассортименту молочки можно изучать географию Беларуси. Минск, Могилев, Брест, Горки, Полоцк. Повори у местных и нашлихпром в планах открытия большого фирменного шоурума. Если говорить об экономике области, но она объективно не аграрная. Климат и почвы здесь не кубанские. Хотя собственного сырья вполне хватает для местной мясомолочной отрасли. За ней, кстати, половина от общей доли в структуре промышленности. Тоже не направление лидер по общероссийским меркам. Не такая яркая палитра красок, как в том же Красноярском крае. Ну, зато кто-то скажет, чистый воздух, первозданная природа, неиспорченные исторические пейзажи. Да, именно на это и сделали ставку. Туризм с каждым годом только прибавляет. К слову, у ЖД и аэровокзалов гостей тоже встречают белорусы. Но стоит отдать должное, за последние непростые несколько лет, Псковская область по праву стала центром внутреннего туризма России. За 2022 год ее посетили более 450 тысяч путешественников. Причем отдых предлагают как с акцентом на историю и старорусскую кухню, так и на спорт высших достижений. Местные воды облюбовали ценители сплавов на байдарках и каяках. Псковская область в целом богата на большое историческое, архитектурное наследие. У нас в регионе почти 5000 объектов культурного наследия. Поэтому у нас основная специализация – это культурно-познавательный туризм. Это музеи, сохранившиеся дворянские усадьбы, средневековые крепости, 10 храмов ЮНЕСКО. Также много красивых природных интересных территорий. Активно сейчас развивается у нас очень сельский туризм. Музей-усадьба Михайловская, где великий русский поэт Александр Пушкин написал более сотни своих произведений, стал отправной точкой вояжа по Псковской области, спикеров Палаты представителей и Государственной думы. Но, конечно, политика в топ-уровне сюда привели дела государственные. В рамках заседания Совета парламентского собрания Белоруссии и России депутаты еще раз акцентировали внимание на антисанкционной повестке союзного государства. Ушли иностранные компании, освободились площадя производственные. И нам надо заполнять их. Наши предприятия, многие, не полностью загружены. Ну, например, в Витебской области, Аршанский ленокомбинат есть такой. Это современное предприятие, единственное на территории, будем говорить, Европы. Почему бы совместную продукцию там не производить? И сырья, которую поставляла бы Псковская область. Мы считаем, что очень большие резервы сегодня в развитии туризма. Мы об этом говорили, что надо все-таки выстраивать трансграничные маршруты. Вот я проехал 600 километров, будем говорить, из Минска до Пскова. И от Витебска до Пскова 350 километров. Да, есть где-то какие-то точки питания. Но это не то, что должно быть и по территории Белоруссии, и России. Соседей надо знать. С этим точно не поспоришь. Поэтому Псковщина, пожалуй, лучший вариант для первого знакомства. Здесь вы точно найдете ответ на вопрос, с чего же начинается Россия. А зеленый здесь не только контраст картинки, но и свет белорусским бизнесменам. Для которых прямой авиарейс из Минска – еще одна возможность побыть на высоте. Редактор субтитров А.Семкин